МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Дежурная часть. Я ее ведущий Шамиль Махмудов. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Пожар в стенах с двухвековой историей. Сгорела старинная мечеть в селе Гачоб. Оставить под стражей. Советский районный суд вынес решение по двум экс-чиновникам. Дагестанцы должны выплатить 40 миллиардов рублей. Судебные приставы поделились статистическими данными. Начнем выпуск с пожаров в Чародинском районе. В селе Гачоб сгорела мечеть 19 века. Площадь пожара составила около 600 квадратных метров. Помимо основного здания сгорели и хозяйственные постройки. Пострадавших нет. Возгорание было полностью ликвидировано в течение трех часов после прибытия пожарных расчетов. По словам местных жителей, мечеть была сооружена лучшими каменщиками из Тилетля, Хахиба, Ругуджи, Карахского и Тлесирухского участков. В свое время это была одна из крупных мечетей Дагестана. Горцы планируют собрать деньги и восстановить ее. В 18.45 была получена информация Главного управления МЧС России по республике Дагестан о пожаре в мечети с селением Гучок Чародинского района. На место были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе 9 человек и 2 единиц техники. В 22.14 пожар был локализован на общую площадь 600 квадратных метров. Причины пожара выясняются. На 60 суток приостановлена деятельность кафе Терем по улице Амитхана Султана. Такое решение вынес советский районный суд Махачкалы. Напомним, в середине октября в инфекционное отделение городской больницы с признаками кишечной инфекции были госпитализированы 64 человека, среди них 13 детей. Было установлено, что все заболевшие употребляли жареную курицу на углях и куриные шашлыки в кафе Терем. Напомним, ранее 30 октября за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения также была приостановлена деятельность кафе Терем по улице Гамидова. Верховный суд Дагестана оставил бывшего руководителя ФОМС Республики под стражей. Напомним, в сентябре этого года в отношении Магомеда Сулейманова следственными органами было возбуждено уголовное дело в организации преступного сообщества и участие в нем. Постановлением Советского районного суда Махачкалы от 15 октября ему продлили срок содержания под стражей до 17 ноября. Адвокаты Сулейманова обжаловали его из просьбы избрать в отношении своего подзащитного меру пресечения в виде залога или домашнего ареста. В итоге Верховный суд оставил постановление районного суда без изменений. В свою очередь Магомед Махачев останется под стражей до февраля 2019 года. Все тот же Советский районный суд Махачкалы продлил срок задержания бывшему руководителю Бюро медико-социальной экспертизы. Напомним, задержанный в августе этого года в Грозном обвиняется в том числе в организации преступного сообщества. Всего в деле фигурирует более десятка лиц, в том числе сын и брат Магомеда Махачева, несколько близких родственников, два заместителя и четверо сотрудников структурных подразделений. Задержан подозреваемый в организации деятельности запрещенной в России международной религиозно-экстремистской организации Альтакфир Вальхиджра. По данным ФСБ и Следственного комитета по Республике Дагестан, Багаудин Амаров ввел антироссийскую пропаганду, вербовал новых людей и распространял запрещенную литературу экстремистского толка. Вместе с ним задержаны еще четыре участника организации. По данному факту возбуждено уголовное дело. К другим темам. Отсутствие лицензии на перевозку пассажиров, неисправный транспорт и неимение страхового полиса автомобиля. Эти и другие нарушения бы и выявлены в ходе очередного рейда. Проверено порядка 300 маршрутных такси и автобусов. Многие компании работают без лицензии. Это касается и частных перевозчиков, которые не поропятся оформляться в качестве индивидуальных предпринимателей. Соответственно, не платят налоги. Особое внимание уделяется и прохождению предрейсового медосмотра. Выявленных нарушителей оштрафовывали и провели профилактические беседы. Признать банкротом. Такой вердикт вынес арбитражный суд Республики Дагестан в отношении керамического завода Мараби. В августе этого года владельцы предприятия обратились в суд с заявлением о признании себя несостоятельными. Утрежден временный управляющий предприятием и введена процедура наблюдения за их деятельностью. Рассмотрение отчета по итогам финансового анализа должника назначено на 13 февраля 2019 года. Продолжаем выпуск. По всей стране прошел единый урок по безопасности в сети интернет для детей. Так, в одной из каспийских школ ученики узнали, как можно защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах. На портале www.edinyurok.de ребята сдавали всероссийскую контрольную работу по информационной безопасности. Без интернета мы свое будущее и настоящее не представляем. И сколько всего с собой несет интернет, тоже мы с вами все знаем. Наша цель – обезопасить наших детей, будущее наших детей в сети интернет. И для этого мы проводим эти единые уроки. К уроку присоединился и страж порядка. Полицейский рассказал ребятишкам, как не стать жертвой мошенников и, самое главное, как защититься от пропаганды экстремизма. Так, как именно с помощью интернет-сетей экстремистское движение вовлекает в свою деятельность молодых людей. Надо отметить, только за прошлый год в едином уроке приняли участие почти 33 тысячи школ, более 2 миллионов родителей и около полумиллиона учителей. За 9 месяцев этого года дагестанские приставы взыскали более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил руководитель ведомства на пресс-конференции, посвященной Дню судебных приставов. По его словам, за жителями республики остается еще долг на общую сумму свыше 40 миллиардов рублей. Самые распространенные задолженности по штрафам специально уполномоченных органов, например, ГИБДД. Их доля равна 66%, это более 860 тысяч исполнительных производств. Второе место занимает долги по налоговым платежам 161 тысячи, а на третьем месте кредитные задолженности почти 36 тысяч производств. Стоит отметить, более 23 тысяч должников не смогли выехать за пределы страны. За уклонение от алиментных платежей на этот период к обязательным работам на различные сроки были приговорены около 700 родителей. Ну а далее вашему вниманию будет представлена серия роликов в социальной направленности. А на этом мы с вами прощаемся. Это была программа «Дежурная часть». В студии с вами был Шабель Махмудов. Берегите себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я очень люблю гулять на улице, кататься с горки, играть в песочницы. Только всего этого в моем дворе нет. Мама говорит, это потому что некоторые взрослые не хотят платить налоги. А вот если бы вовремя платили, тогда наш двор и наш город были бы самые красивые. Как на картинке. Платить налоги должен каждый. Это знают даже дети. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА Фамилия, дай игрушку, уходи. Мне опять звонят. Где мой телефон? Не отвлекайся, смотри на дорогу. Черт, начальник звонит. Не бери трубку. Да подожди. Ты с ума сошел, да? Алло, да? Да, я уже в дороге. Хорошо, я точно сегодня сделаю. Все, да. ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА Зачем ты это сделал? ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА